Причина выпадения и опущения матки – стенок влагалища. Причиной выпадения и опущения матки является ослабление мышцы связок, которые окружают и поддерживают этот орган. Когда матка находится в правильном положении, то ее поддерживают не только связки, на которых она закреплена, но и служащие ей опорой мышцы тазового дна. С возрастом у многих женщин мышцы и связки ослабевают, в результате чего матка опускается. Этому зачастую сопутствует также опущение стенок влагалища. Опущение и выпадение матки, шейки матки – симптомы. Какие же основные симптомы этого заболевания? В какой период женщине с опущением и выпадением матки, шейки матки следует обращаться к гинекологу? Вот ответ. Врачи настоятельно советуют ни в коем случае не игнорировать неприятные ощущения, тупые боли внизу живота, тянущие боли в области влагалища. Если оставить без внимания эти болезненные ощущения, то со временем к ним добавится дискомфорт в крестцовой области, боли в пояснице. Причем боль становится сильнее при выполнении физической работы и поднятии тяжестей. Опущение матки влечет за собой следующую другую неприятность – опущение мочевого пузыря. Такая патология проявляется в виде учащения или затруднения мочи и спускания. Также недержание мочи может наблюдаться при напряжении, например, когда женщина кашляет, чихает, смеется. Это происходит по таким причинам. Вследствие того, что мочевой пузырь опущен, во время мочи и спускания он опорожняется частично. Оставшаяся в нем моча может способствовать возникновению цистита пиелонефрита, нарушению нормального функционирования почек. Нередко в результате опущения женского детородного органа страдает и прямая кишка. Многие пациентки жалуются доктору на ощущение народного тела во влагалище. В любом случае, это заболевание ухудшает качество жизни, отрицательно влияет на половые отношения. Опущение и выпадение матки – стадии заболевания. Существует три стадии опущения матки и ее выпадения. При первой – начальной – стадии заболевания матка опущена вниз, но шейка матки не выходит за пределы влагалища. При второй степени наблюдается неполное выпадение матки, тело матки расположено во влагалище, а шейка матки находится в преддверии влагалища. Третья степень характеризуется полным выпадением матки, весь орган вместе с шейкой пребывает за пределами половой щели. Специалисты советуют женщинам в случае возникновения подобной ситуации и не расстраиваться и не пугаться. Опущение матки современной медицины полностью излечимо. Диагностика опущения и выпадения матки. Если женщина своевременно не обратилась к врачу в связи с проблемой опущения или выпадения половых органов, то в большинстве случаев это заболевание обнаруживается в процессе гинекологического осмотра. Чтобы составить мнение о степени опущения, доктор просит пациентку тужиться. Таким способом врач выясняет, опущены ли стенки мочевого пузыря и прямой кишки. Больные с опущением и выпадением половых органов ставятся на диспансерный учет в женской консультации. Им назначается специальная диагностика – кальпоскопия, представляющая собой осмотр шейки матки при помощи специального оптического прибора. Для выяснения состояния мочевой системы больная направляется на обследование к урологу. Выпадение влагалища, опущение матки, что делать, лечение, когда рекомендуется операция. Лечит данную патологию консервативным и оперативным методами. Выбор способа лечения выпадения влагалища, опущение матки зависит от степени заболевания. При незначительном опущении матки назначается лечебная физкультура. Пациентке предлагают выполнять комплекс физических упражнений, способствующих укреплению мышц бедер, промежности и брюшного пресса. Хорошо выполнять упражнения кегеля. Они повышают тонус мышц органов малого таза. Также при этом заболевания полезны занятия такими видами спорта, плавания и сданы в велосипеде. Даже обычный подъем и спуск по лестнице тоже будут эффективными. Больной в предменопаузе гинеколог назначает заместительную гормональную терапию эстрогенами. Одним из методов консервативной терапии является писария – введение маточного кольца. Что делать, если поставлен диагноз третьей степени заболевания? Когда рекомендуется операция, при третьей ступени заболевания пациентке рекомендуется оперативное лечение. Если женщина не планирует больше рожать, то производится удаление матки. Если пациентка детородного возраста и хочет иметь детей, то в ходе операции хирург подтягивает матку в малый таз и фиксирует орган в нем. Как видите, опущение и выпадение матки – это проблема, которая легко устраняется в зависимости от степени патологии. Не затягивайте с походом к врачу, если появились какие-то неприятные ощущения в области влагалища. Вообще, женщина должна каждые полгода посещать гинеколога для получения консультации и осмотра. Если появятся какие-то проблемы, то доктор сможет своевременно заметить проблему и назначить лечение. Это предостережет от неприятных последствий и осложнений. Удачи! Видео «Чем грозит опущение или выпадение матки у женщины» Прочитайте по теме. Видео «Чем грозит опущение или выпадение матки у женщины»